Карантин по бешенству животных действует в 10 районах Нижегородской области. С начала года в регионе зафиксировали три случая бешенства. Два у собаки, один у лисы. За прошедший год опасным вирусом заразились 63 животных. Всё чаще переносчиками смертельной болезни становятся собаки, рассказала в эфире Центра управления регионом заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. Если раньше в основной массе это были лисы, которые являются носителями и не погибают при заболевании, то в этом году 63% составили собаки, которые контактировали с лисами. То есть это выход в лес или какие-то сельские населённые пункты, куда забегают лисы по тем или иным причинам. И собаки, контактируя с лисами, заражаются и потом уже кусают своих хозяев. Бешенство – вирусное заболевание животных и человека, которое передаётся через укусы, царапины и прочее. Владельцам питомцев советуют вакцинировать своих подопечных и не допускать их общения с бродячими и дикими животными. Всего за прошедший год за помощью из-за укусов животных обратилось 7 тысяч нижегородцев. Важно своевременно обратиться к специалистам в таких случаях, считает Наталья Садыкова. А также выбросить из головы миф о 40 уколах в живот. К сезону клещей пора готовиться уже сейчас. Сейчас предупреждает Роспотребнадзор. Курс вакцинации от клещевого энцефалита составляет 2-3 инъекции. На то, чтобы защитить свой организм, потребуется около месяца. А в зелёных зонах клещи проснутся уже в первом месяце весны. Также не стоит забывать о национальном календаре прививок. Не менее важно своевременно прививаться от кори, столбника и дифтерии. Все взрослые должны прививаться против дифтерии столбника каждые 10 лет. Если вы не помните, значит все уже, все сроки вышли, стоит сходить в поликлинику и сделать. Эта прививка называется АДСМ. Кроме того, прививаться от кори обязательно два раза в жизни. И если вы не знаете, есть ли у вас такой документ, или вы точно знаете, что стоит сходить в поликлинику и привиться, в обязательном порядке до 35 лет делают прививки, до 55 лет – это группа риска. Эпидситуация с вирусами гриппа в нашем регионе после новогодних праздников стабилизировалась, благодаря разрыву коллективов в период выходных. Заболеваемость снижается две недели подряд. Активность гриппа также снижается. Он переходит во вторую стадию, вяло текущую, что обусловлено появлением вируса В. В большинстве случаев грипп В не дает тяжелых форм. Но все-таки людям с хроническими заболеваниями, с различными патологиями фоновыми, лучше поберечься и избегать все-таки общественных мест. Максимально в общественных местах, где необходимо пребывать, использовать маску, дезинфектанты. Все то, что мы учили по ковиду, это и сейчас актуально. Также Наталья Садыкова призывает не отправлять в школы детсады детей с признаками ОРВИ. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.